Всем привет! Вы на канале Цветоводы Всех Стран Объединяйтесь. Меня зовут Юлия. И сегодня я вам покажу вот такую замечательную мини-горочку, которая, к сожалению, находится не в моем саду, но, к счастью, в саду у моей подруги Оленьки Высокомерной, где мы с дочкой сейчас живем, пережидая ремонт нашей дачи. Поэтому каждое утро я имею возможность подойти и полюбоваться этой горочкой со всех сторон. И, конечно, сейчас главным действующим лицом здесь является вот этот цветущий рододендрон. Посмотрите, как он хорош. Сейчас он в самом цветении, но радует нас с момента, как появились у него бутоны. Они такого насыщенно-розового цвета. И, конечно, он красив невероятно. И просто с бутонами, и, конечно, сейчас во всем цветении. Давайте подробнее посмотрим, что же здесь еще растет на этой горочке. Посмотрите, ели канадские. Как хороши. И если приглядеться, то они различаются. Это по цвету хвоя. Одна такая ярко-зеленого цвета, а другая с серебристым оттенком. Серебристый представитель. Здесь еще вот такой можжевельничек. Блюстар. В этом году, к сожалению, у многих дачников в нашем регионе вот можжевельники болеют. И, спасая свое растение, Оленька подстригла его вот таким бонсайчиком. Но что-то оказалось тоже очень интересно и является своеобразной изюминкой этой горочки. Давайте посмотрим, какие же здесь шикарные представители молодила этой каменной розы. Я считаю, что они действительно не зря называются розой, потому что прекрасны очень. В этом году я увлеклась молодилами и хочу прям собрать целую коллекцию с разными расцветками, разные виды. Посмотрите, какая красота. Такое впечатление, что этот цветок, это растение светится. Очень-очень достойное растение. Обязательно должно быть в каждом-каждом саду. Ну и, конечно, посмотрите на этого красавчика. Это клен японский, веерный. Очень красивое растение. А, к сожалению, не у всех в средней полосе России он выживает, перезимовывает. Ну вот, Оленький, он каждый год вымерзает в верхушке. Но так кустик выживает. Но растет вот не деревцем, а вот таким пушистым, пушистеньким кустиком. Что тоже, мне кажется, очень-очень симпатично смотрится. А вот такой шарик самшит. Посмотрите, тоже как прекрасно он себя чувствует. И поддерживает эту горочку. С этой стороны она смотрится тоже великолепно. Совсем скоро зацветет Армерия Приморская. Посмотрите, сколько бутончиков. Это тоже будет сказочное зрелище. Вот так по камушкам тимьян ползучий спускается. Тоже смотрится очень-очень симпатично. Совсем скоро зацветет также шалфей. Он карликовый. Вот сейчас трудно разглядеть, но он в бутончиках. Вот. И тоже будет таким пятнышком. Долго-долго будет цвести и украшать. Ну вот. Вот такое замечательное, красивое место. Есть в саду у моей подруги. Если кому-то интересно и у кого-то такие маленькие сады, как у нас, можете взять на вооружение. И создать у себя тоже такую красоту. Ну все. Желаю мира в ваши дома. Пока-пока. Продолжение следует.